Всем привет! Сегодня мы будем с вами слушать вот такой басец. Китайская импровизация на тему ибанезов. Почему импровизация? Потому что эта гитара похожа сразу на несколько моделей ибанезов и не является прямой копией ни одного из них. Мне такие формы нравятся. Тоненькая, зализанная, изящная. То есть, если с джаз басом я еще могу смириться, то какой-нибудь риккенбейкер это для меня уже слишком такая здоровенная каракатица. А вот такие штучки мне очень хорошо заходят. Дека, судя по весу и рисунку, ясеневая. Было очень круто, когда раньше я мог продавать их тысяч по 10, по 12. Сейчас, к сожалению, дело не столько в валюте. В самих юанях китайцы на эту модель подняли цену. Видимо, увидели, что хорошо пошло. Как она распаяна? Два звукоснимателя, две ручки громкости. Бриджевый. Нековый. И две ручки тембра. Глупость в том, что они равнозначны. То есть, каждый из них работает как ручка тембра. Что дальше? Ну, про сборку я записывал видосик отдельно. Я рассказывал, что у нее хорошо все, кроме торцов, ладов. Они сейчас немножечко царапаются. Ну, давайте послушаем. Так, что это у нас? У нас... Ага, все. Это бридж. Это бридж. То я чуть-чуть запутался. Играет музыка. Ну, в общем, такой. С металлическим лязгом. Яркий. Хороший. Теперь слушаем Нек. Блин. Забыл. Блин, из башки высохнулось. Ладно. Короче, погуще, пожирнее, повкуснее. Только пальцы покривее. Чем реже я играю, тем хуже я играю. Тут, ребят, ничего не могу с собой поделать. Может быть, когда-нибудь станет побольше времени. Тогда я подтяну технику. Пока не слушайте меня, слушайте звук. Что мне понравилось в этой гитаре. Она не гремит по ладам. То есть, у некоторых инструментов струны делаешь низкой, они начинают по ладам позвякивать, да? Не потому что лады кривые. Может, здесь просто струны исходно лучше. Может быть, она как-то сделана чутка поаккуратнее. То есть, ну, когда я их по двенашке продавал, это реально был такой вот инструмент, стоящий своих денег. Сейчас они у меня будут стоить 16. Новые реалии. Все равно я считаю, что за 16 хорошо. Торцы ладов. Я готов немножечко топорно, по-свойски, но бесплатно для вас сделать. Вот. Если вы сами, с усами, сами все умеете или, допустим, планируете отдавать на мастеровую доводку, то лучше там. Там сделают чуточку поаккуратней. Вот. Потому что я могу сделать так, чтобы оно не царапало пальцы, но я не могу сделать идеально. К сожалению, ни мой инструментарий, ни мои кривые ручки на это не заточены. В остальном инструмент, я считаю, очень хороший, очень красивый, очень комфортный, удобный и недурственно звучит.